Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите продолжение нашего челленджа Апокалипсис, и начинаю я с такого позитивного момента. У нас вторник, и мы начинаем эту серию с повышения нашей Беатрис. Вот сразу видно, когда, знаете, человек на своём месте, так скажем. Бедная Ракель у нас вот не смогла даже повыситься до второго уровня. Мне вообще без понятия, почему ей не дали это повышение. Прям очень обидно, если честно. Беатрис у нас уже выбивает второе тем временем. Да, она у нас уже главарь банды. И это у нас третий уровень преступника. Так что всё шикарно. Дорогая, отправляйся, отправляйся, наверное, вот сюда. И спать, спать. Вот у нас, кстати, сегодня... Так, а кто это? Слушайте, я накаркала. Я накаркала, ребята. Я только что, вот клянусь вам, я только что хотела сказать, что у нас сегодня вторая или даже третья ночь без температуры. И вот она выросла из-под земли прямо перед Беатрис. О, боже мой. О, боже мой. Ищадь я зла. Здравствуйте. Честно, я по тебе не скучала. Без тебя было так хорошо, так спокойно. Ты просто не представляешь себе. Вот. Да и, в принципе, наша темперация уже пришла довольно-таки поздно. У нас уже утро скоро. Так что, барышня, вам как бы скоро уходить. Так что, да, сегодня вам не удастся испортить нам ночь. Вот. У нас так было слишком много дел, слишком много забот. Женихи, невесты, все дела. Вообще, дело не в проворот просто. Ребята, в общем, я никак не смогла определиться. Вот. Я думаю, что самостоятельно я точно с этим не справлюсь. Поэтому я, как всегда, я, как всегда, зашла в приложение Монетка. Вот. И сгенерировала тут Орел и Решка. В общем-то, говорю, что мы будем сейчас решать. Будем кидать монетку. И Орел это, значит, у нас наследницей становится Алиса официально. И развитие получает уже ее ветка. Вот. То есть у всех остальных, получается, наших... У наших остальных всех четверых детей их ветки закрываются. Их потомки, если они, конечно, будут, не смогут уже ничего закрыть. Вот. А если нам выпадет Решка, то это значит, что у нас неизменно остается. Это наследникам Рэндал. В общем-то говоря, сейчас все решит Монетка. Да и все. В принципе. Поэтому давайте нажмем генерировать результат. И что у нас сгенерировалось? Обалдеть, ребят. У нас выпал Орел. У нас выпал Орел. Монетка решила, что наследник Цей должна стать Алиса. И что именно Алиса у нас, собственно говоря, продолжит. Нашу династию апокалиптическую, да? Вот, слушайте. Ну, это, конечно, очень интересно. Давайте, может быть, сейчас посмотрим, какая карьера выпадет Итану от генератора. Итак, я прямо сейчас нахожусь в табличке от Трис. И у нас получается 24 обязательные карьеры. Вот, основные карьеры для выбора рандомом. Да, так что мы выбираем диапазон от 1 до 24. Так, и сейчас тогда посмотрим. И это число 21. Строительный инженер? Да ладно. Строительный инженер, подождите. Строительный инженер. О, слушайте. А карьера-то офигенная. А Итану-то везёт, я вам скажу. Итану-то везёт. Выпал, бац, строительный инженер, а? Ну, походу, мы забираем. Походу, мы забираем парня к нам домой. А пока наш Гидри помогает нам выносить мусор. Я надеюсь, что он не будет его просто так по полу как бы разбрасывать. Я хочу рассказать вам о том совете, который мне дала Гуля. В общем-то, который касается того, что, вот как я бы говорила в предыдущей серии, мы не можем приготовить рактовые салаты. И Гуля сказала, а может быть стоит положить как бы продукты в холодильник. И я подумала, боже мой, ну это же правда гениально. Так, давайте, пожалуйста, мы попробуем. Я хочу попробовать вот корни тара туда запихнуть. И посмотреть, можем ли мы из них что-нибудь готовить теперь. Теперь. Нет, нет, не можем. Но может быть это потому, что корни тара. Так, а у кого навык повышен, давайте от Джулии смотреть. У неё-то, понятное дело, самый высокий из всех навыков. Вот, поэтому, ну нет, нет. Но тут, наверное, проблема в том, что это именно корни тара. Да, сейчас мы попробуем запихнуть ананасы. Я надеюсь, что всё-таки у нас появится в меню это блюдо, потому что будет крайне странно. Но в таком случае корни тара мы оставим, получается, для наших тоддлеров, поскольку именно взрослые не могут есть вот сырые фрукты и овощи, а тоддлеры могут внезапно, да. Вот, но тем не менее, как бы это правда, так и есть. Поэтому в любом случае, знаете, наш урожай не пропадёт. Вот, у нас вообще 80 корни тара только у Алисы и у нашей Ракель 20. У нас 100 штук корни тара. То есть, в любом случае, наше третье поколение в малышковом возрасте от голода уже не пропадёт. Это уже гарантия. Вот, но взрослые, как бы, смогут, я надеюсь, сделать фруктовые салаты из ананасов. Вот. Ну что, давайте глянем. Нет? Вы серьёзно? Нет, ребята, нет фруктового салата. Видимо, я не знаю, видимо, игра считает, что ананасы это не фрукт или что. Я просто понятия не имею. Рэндал, Рэндал, тут такие дела происходят. Всё, короче, сегодня будет с тобой серьёзный разговор у нас, поскольку мы решили, что нашей наследницей станет Алиса. Вот, и мне, кстати, вот, как и я подметила в прошлой серии, и Трис тоже подтвердила мою идею о том, что Алиса у нас Макинтош. И, в принципе, у нас всё семейство Макинтош. Вот, в апокалипсисе мы именно под этой фамилией действуем. Поэтому, в принципе, будет вполне логично, если мы будем развивать именно, вот, ну, как сказать, генетику Макинтоши тоже, да? Вот. А Ллойды у нас будут уже непосредственно в династии. Вот. Ну, дружище, ты не обидишься? Я думаю, что Рэндал вообще не обидится, что он спокойно относится к этому. Да, так что сегодня мы ему это всё объявим. Скажем, Алиса, можешь, как бы, брать руки в ноги. Да, можешь брать Итана. И всё, и отправляться, как бы, зачинать третье поколение. Мы его перевезем к нам. Мы уже даже знаем, какую карьеру он будет закрывать. Вот. Так что всё, я надеюсь, будет хорошо. И да, у нас нововведение в апокалипсисе, ребята. Так, кто проснётся, кто у меня проснётся поухаживать за коровой? Джулия, тебе до работы два дня. Давай, наверное, вставай. Вот. Вот, поухаживаешь за сливочкой и так далее. Да. И у нас нововведение, на самом-то деле, которое касается того, что больше нельзя у нас наставничать. Вот так вот, внезапно. Да, но на самом деле я знала, что этот момент настанет рано или поздно. И вот прямо, я не знаю, наверное, час назад примерно Трис выложила запись у себя в группе ВКонтакте и на канале, которая гласит о том, что наставничать больше нельзя. И это вообще всё снимается не просто так, чем-то, а снимается вообще университетская карьера адвоката. То есть наставничать нам нельзя ещё ого-го сколько, потому что до универа нам тоже ого-го сколько. Вот. Поэтому я, знаете, успела, можно сказать, запрыгнуть в последний вагон и как-то помочь своим силам прокачаться. Но теперь всё. И ещё, ребята, у нас выскочила табличка, я забыла совсем это упомянуть. В общем-то говоря, Трис также ввела новое правило, которое касается того, вот этих вот всех интересов. Хотя у меня вообще заранее у всех они были сгенерированы, да. Вот. То есть в каждой категории по три. И тут внезапно я решила, чтобы Беатрис у нас пока что попрокачивала пакости. И тут выскочивает табличка, пакости не пройдут. Стоит ли начать с чистого листа и принять тот факт, что ей не нравятся пакости? Внимание нашему преступнику, который, в общем-то говоря, наша преступница, у которой должен быть прокачан этот навык до десятого уровня, на все такие таблички мы вынуждены отвечать да. Это капец. Это вообще капец как неудобно. Я не знаю, как это на нас отразится. Нам по-любому нужен десятый уровень, как бы, я не знаю. То есть будем мучиться, судя по всему, что поделать. Ну, не нравятся пакости, ну, как бы, все. Это ненавижу пакости. Это вообще не в характере Беатрис, мне кажется. То есть она у нас еще та пакостница. Наверное, Беатрис как-то потихоньку вникает в дела этих всех мафиози. Начинает узнавать их не только положительные, но и отрицательные какие-то стороны. Так, женщинка. Здравствуйте. Пятый уровень пакости. Ну, нормально. Лия Лейн. Понятно. Кстати, я тут целый день выглядываю нашего Итана. Но я так и ни разу его и не заметила нигде. Вот. Но я знаю, помню, вернее, лайфхак от Трис, опять-таки. Что надо попрощаться с персонажами всеми, которые у нас обитают тут на участке. И тогда генерируются новые, которых раньше не было. Вот. Вон, еще облако. Боже мой. Давай делиться теорией заговором. Ну, если уж на то пошло. Да, в общем-то, наверное, Беатрис начинает узнавать не только положительные, но и отрицательные стороны этого всего. И как-то думает, что, может быть, не так все и радужно. Так, повышение. Отлично. Алиса у нас получает повышение. Алиса, кстати, ты у нас наследница. Да, с чем я тебя поздравляю. Вот. Скажи, и что? И что мне теперь с этим делать? Как мне с этим быть? Я же совсем, я же как бы не готова. Я уже все со своей карьерой отстрелялась. И все. Думала, что буду отдыхать. А вот и нет. Наконец-то наша Ракель пришла с работы. Мне казалось, что она вообще там целую вечность находится. И таки она выбила, вернее, свое повышение. Но тут уже было грех не получить, на самом деле. Мы теперь мойщики модулей. Это второй уровень космонавта всего лишь. Да, я надеюсь, что у нас быстрее дело пойдет. И вот до выходных мы успеем взять наш третий уровень. Кто это у нас? Честер. Рыбный контрабандист. Просто Честер. Да, без фамилий, без родов, без племени. Вот. И видите, все у нас загорелые абсолютно. Честер, дай. Молодой, дай-ка я на тебя гляну. Честер. Ну нет. С нашим Итаном он не сравнится, конечно. С нашим Итаном он не сравнится. Итан у нас просто самый лучший, самый классный. Так. Господи. И что? Ты не можешь из-за этого серьезно? Ясно. Ясно, понятно. Очень весело, конечно. Ну тогда иди идеально пропылесосить. Вот. Если ты думаешь, что я тебе не найду применения, то ты как бы ошибаешься. У нас тем временем сегодня первый раз пришел призрак нашего мафиози, который успешно у нас тут, в общем-то говоря, погиб. И смотрите, у него призрак особенный. То есть это точно была не смерть от старости. Во-первых, от него идет дым. И внутри у него горит. То есть это огонь. То есть я не понимаю, это как призрак, который, я не знаю, в пожаре погиб? Но как? Но как такое может быть, если он был в доме? Если он был вот здесь стоял. То есть, я не знаю, может быть, вы знаете, я в призраках 74 не очень-то сильна. Но у нас, я помню, у нас был пожар. Он был вот здесь, на улице. Возможно ли такое, что, например... Слушайте, а если он загорелся на улице? И потом каким-то образом он зашел к нам домой. Вот оставил нам блюдо, да, колой с свининой. И после этого погиб, как будто бы он загорел в пожаре. Я не знаю, это вообще адекватно? Это вообще адекватно? Ну, смотрите, у него реально внутри как будто бы... Да, это реально огонь горит. И от него идет пар, то есть... Вернее, дым. То есть, реально призрак персонажа, который сгорел в пожаре. Я просто вообще... Я обалдеваю. У нас тут дома происходит призрачная тусовка на первом этаже. Как вы можете заметить, темперация снова у нас пришла. Подарила нам куклу, как всегда, конечно же. А тем временем я отправила Ракель попробовать исследовать космос. Вот, посмотрим, что у нее из этого получится. Так, отлично. Вот такой вот у тебя скафандр. Ну-ка, ну-ка, дай-ка. Дай-ка я тебя зафоткаю. О, деловая. Смотрите, какая деловая у нас колбаса. Наша Ракель. Вот такая вот женщина. Мне очень нравится, как они выглядят. Вот эти двойняшки. Да. Все, отлично, скажи. Ну, прощай, земля обетованная. Надеюсь, что я вернусь. Слушай, я тоже надеюсь, что ты вернешься. Возвращайся, потому что иначе, ну, как бы, это будет слишком грустно. Я не готова к такому повороту событий. Да, скажи. Все, не скучайте без меня. Я полетела. Так, отлично. И у тебя... О, наконец-то ты стала возбужденная. Не в дискомфорте. Хоть что-то. Так, и что у нас при этом? Да, у нас прокачивается ракетостроение, когда мы следуем космос. Отлично. Так, затерянный в космосе. Сохраняй спокойствие, Ракель. Все нормально. Ты у нас не просто какая-то девушка. Ты у нас дитя, взросшенное в мире апокалипсиса. Поэтому ничего не знаю. Да, навык растет. Конечно, ну, нормально. Нет, хотя, в принципе, нормально по скорости растет. Да. Интересно. Наверное, нужно быть во внимательном состоянии, да, чтобы... Так, карта сокровищ. Следовать по карте и курсировать. Ну, я не знаю. Давай следить по карте. Вот. Если честно, не помню что-то нажимать. Так, конечно же, мы с Алисой отправимся на работу. Это даже без вопросов. Кстати, может быть, ты все-таки уже себя получше чувствуешь и сможешь собрать урожай. Во-первых, нужно вот эту штучку нам посадить. Во-вторых, нужно собрать весь урожай. Вот. Алис, давай вставай. Ты уже выспалась. Хоре. Ну, нет. Конечно же, у нее жуткий дискомфорт, из-за которого она вообще не может ничего делать. Хотя... Давай хотя бы виноград посади. Вот ей нужно собирать урожай. А она его не может собрать, потому что у нее, видите ли, вот этот вот сильная нехватка активности. Это какая-то жесть. Скажи, вот это я понимаю. Вот это утро началось как надо у космонавта. Да, конечно. Хеллоу, ребята! Хеллоу! Вы меня не ждали, а мы приперлись. Вы не ждали, а мы вернулись. Все супер. В космосе здорово. Всем советую. Всем рекомендую. Отлично. Просто потрясающе. Честно говоря, после того, как у нас за вчерашний день ни разу, ни разу мимо не прошел Итан, я уже испугалась, что все. Думаю, ну все, сейчас будет такой же ступор, как когда-то с Маршалом. И вот он идет родненький в 12 в пол первого дня в среду проходит мимо наш Итан, наш дорогой Итан, господи боже мой. Нет, все-таки мне очень нравится этот сим. Я не знаю почему, но меня прям безумно он зацепил. И я разбудила нашего Роя наглейшим образом, дала ему не поесть ничего, просто вот сейчас заставляю его задерживать Итана до прихода нашей Алисы, конечно же. Вот он у нас снова кокетливый, кстати. Да, мне кажется, что это... Мне кажется, что это прям судьба. Сейчас им дают действия побольше, вот. И Алиса, кстати, когда ты там придешь со своей работы, до 14.00 она осталась совсем чуть-чуть. Рой, всего лишь полтора часика осталась. Вот. И слушай, давай, может быть, ты его к нам домой. Опа, у нас тут это... У нас сливочка в полете. Смотрите, такая вообще вся серьезная. Думаю, сейчас взлечу прям как эта ракета. Сейчас взлечу прям как и та ракета, и все. И будет у вас летающая корова, собственно. Ну что, дорогие друзья, наша Алиса вернулась с работы. И, как вы можете заметить, они уже тут с Итаном перебрались, в общем-то говоря, в комнату Джулии, чтобы поболтать наедине. И что ты хочешь от сестры поболтать с Беатрис, понятно. Беатрис у нас там занята, в общем-то, как и все братья. Братья-сестры наши, да? Каждая занимается своими делами. Рэндала я отправила вот побоксировать, чтобы он у меня фитнес качал, конечно же. Я надеюсь, ты его качаешь, братец? Танцмашина. Да, вот Алиса у нас узнала, что Итан Танцмашина. И, наверное, сейчас говорит, ничего себе, так вы, значит, тоже по танцам, да? Представляете? А я ведь тоже очень люблю танцевать. Я вообще никогда не думала, что найду кого-нибудь себе с таким же характером. Ведь все-таки, понимаете, у нас апокалипсис, все говорят. Ну как же так, какие танцы, Алиса, ты что? Я говорю, знаете, а как же без танцев? Надо хоть что-то веселое в этой жизни иметь, правда? И вообще я хочу вам сказать, что вы такой интересный молодой человек и очень даже симпатичный, да? Очень даже замечательный почтальон у нас в этот раз, хочу вам сказать. Ой, спасибо большое девушкам, и так приятно. Да, конечно же, чтобы перевести Итана к нам домой, мы должны иметь максимальные отношения, стопроцентные, заполненные колбочки и дружеские, и романтичные. Поэтому, да, я думаю, что сейчас мы будем потиху, потиху того этого. Да, а ты, мой дорогой, что? Давай энергично, вот, 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 вперед, вперед до посинения, или там, я не знаю, пока ты там мышцы свои не растянешь, или пока изнемождение не заработаешь. В общем, вперед. Прибавка к зарплате, моя ж ты хорошая, господи, боже мой. Джулия, у меня, боже мой, чего тебе так далеко отнесло? И у нас, получается, какой уровень? Внимание, тринадцатый уровень в карьере у нашей Джулии, боже мой. Я просто в шоке. Да, ну что, ребята? Это кадрим Итана, все, я его не отпущу, я его не отпущу отсюда, пока мы не добьемся, вот, стопроцентных показателей в дружбе и в романтике. Все, ребята, Итан наш. Ну что, друзья, у нас почти 7 часов вечера, среда, и на самом деле наши успехи вполне неплохи. Да, мы идем очень хорошо, вообще у них очень все так легко идет. Да, и сейчас наша Алиса, наконец, решится, и такая... Ой, извините, пожалуйста, вы знаете, я просто не могу, все, не могу себе держать в руках. Разрешите вас, разрешите вас поцеловать, пожалуйста. Боже мой, девушка, Алиса, да, конечно, можно. Вот такой вот у нас будет колоритный персонаж, с золотыми зубами, да, и вообще... Так, я надеюсь, что ты не уходишь. Нет, рассказать мне тут про преподавателей, ну, не знаю. Ну, давай расскажем. Так, давай, пожалуйста, не уходите, не уходите. А, вам в туалет надо, да, скажи, боже, что за девушка. Что за девушка, мне, похоже, нужно... Мне, похоже, нужно освежиться. Да подожди ты, я бы прям сегодня сделала... Вот это вот, это вот. Да, у нас, кстати, есть 3 места, вообще мы можем и как бы... И в кровать, но я думаю, в кровать мы не будем лезть, потому что у нас все-таки тут Джулия спит. У нас есть 2 места, это хлев и космический корабль. Но я предлагаю, раз уж на то пошло, я предлагаю такое дело... Такое дело осуществить в космическом корабле. Вот так вот. Ой, красота. Красота неописуемая. Красота неописуемая. Ой, батюшки. Батюшки мои, что творится? Что делается? Рой, давай, пожалуйста, перестань... Так, перестаньте пить воду, молодой человек. А, или что это? А, ты хотела брать и помыть. Моя ж ты зая. Прости, я не поняла. Я думала, что ты... Я думала, что ты хочешь... Это самое, воды попить. Гидри. Гидри, здравствуй. Так, у нас наконец-то пришла Ракель. Ее не повысили? Повысили? Капец. Капец. Ее не повысили? Жесть. Просто жесть. Я была уверена, что она повысится до второго уровня. Слушайте, ну это даже не смешно. Капец. У нас Ракель очень почему-то... Очень у нее все туго идет. Я просто... Я просто в шоке, если честно. Скажи, слушай, говорят, выводятся вампиры. Ты как вообще боишься их, не боишься? Ну, знаешь, я тебе так скажу. Что когда одному, то, конечно, да. Конечно, можно всякого бояться. Но если рядом есть человек, который вселяет в тебя как бы надежду и вообще, который тебя вдохновляет, то я считаю, что никакие вампиры не страшны. Ой, понятно. Хорошо, хорошо. Блинский, нельзя хвалить наряд. Все время забываю. Скажи, слушай, у меня к тебе есть такое предложение. Ты видел, на заднем дворе у нас там есть ракета? Да, видел. Это твои сестры? Ну да. Я предлагаю воспользоваться ей по такому нестандартному назначению. Вот. Ого, ничего себе! Ну ладно, хорошо. Ну пойдем, ну пойдем. Да-да-да. А кто это у нас там такой бегает? Андре Томпсон какой-то. Понятно, понятно. Все понятно. Вот, отлично. Отлично. Ну что, Итан, скажи. Ну что, да, мы вперед. Я предлагаю, да. Ну ладно, хорошо. Да, мы вперед. А мужчины? Мужчины идут за мной. А мужчины идут за мной. Да, вот так вот. Вот так вот у нас все происходит. Отлично. Ну ладно, пошли. Если ты в этом уверена, то я ж это, я ж только за. Я ж только за. Вот. Супер. Все. Понеслась. Понеслась. Жара. Все. Юх! Ей, ребята! Красота! Вот они. Вот они наши красавцы там. Развлекаются в космосе. Красота. Достаньте свечи, настройте драматический лад. Алисе нашей повезло. Да, потому что ни у кого не было, конечно, такого опыта. Да. И вообще Алисе повезло. Вот. Резко, неожиданно она у нас перекочевала в наследницы. Так. Опа. Опа. Не вижу. Не вижу. А, вот они. Вот они. Вот они. Слушайте. Ну может уже как бы это. Может уже на родину пора. На землю обетованную. Нет? Вам так не кажется? Господа. Господа хорошие. Ладно. Ладно. Окей. Пускай наслаждаются друг другом. Я ничего не имею против. Я ничего не имею против. Как бы, да. Скажи. Вот это было классно. Вот это я понимаю. Зашел. Вот это я понимаю. Мимо проходила. Тут такая девушка. Господи, боже мой. Как же мне повезло. Какой же я везучий парень. Слушай. Итан. Я с тобой просто согласна на все 200%. К слову, у нас не получилось то, что мы пытались сделать. Вот. И Алиса тут у меня чувствует, что она, походу, немножко приболела. Да. Ну, это ничего. Это после выхода в космос. Все нормально. И смотрите. Она хочет заняться в уху сытным. И я вам демонстрирую, ребята, что у нас полностью прокачаны все шкалы. А это значит, что мы можем делать вот так. Что мы смело с вами можем делать вот так. Простите присоединиться к семье. И да. Все, ребята. Вот так вот. Скажи. Итан. А как ты смотришь на то, чтобы, в общем-то говоря, присоединиться к нашей дружной семье апокалиптиков? У нас весело. Не соскучишься. Я тебе уверяю. Образ жизни потерян. Ура! 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 Образ жизни потерян. У нашей Алисы пропал этот мудлет. Боже мой. Как я за нее рада. Осталось только, чтобы у Роя она пропала тоже. Господи, боже мой. Счастье-то, какой я пропал этот образ жизни. В общем-то, ну что, что скажешь? Съезжаемся. Ребята, я вас поздравляю. Алиса становится наследницей. Итан переезжает к нам. Ой, подождите. А сколько у нас там было? А, все, я вижу. 10, 8, 8, 7. Сейчас я себе это запишу. 10, 8, 8, 7. Вот. И продать все мебель с участка. Он у нас, по-моему, там в Стрэнджер Веле поселился. Кстати, в самом богатом доме, если я не ошибаюсь. Я в город выходила, смотрела. Где вообще там наши персонажи. Где Итан, где Келли. Келли у нас в Сан-Мишу на квартиру снимала. Да, и все. Все, ребята. Я вас поздравляю. Ни хрена себе он нам 90 тысяч принес. Слушай, дружище, это ты, конечно, молодец. Но нам придется с этим попрощаться. Попрощаться, потому что, как бы, да. Так, капслок меня, впрочем, поняла. Значит, мали у нас 10, 8, 8, 7. Вот. К сожалению, к сожалению, вот так вот мы обязаны сделать. Но все. Так, это я вам закреплю, конечно же. Так, дружище, давай на тебя посмотрим, что ли. Ну, жду, у тебя отличное. Нигде не работает. Это мы сейчас все исправим. Не обладает навыками. Поняла тебя. Ну, хорошо. Так, не успела у нас ничего прокачать. Но, да, с семьей нашей знакомы. Больше всего с Рой. Потому что Рой только его задержит. Как мог. Да, и покажи мне. Ага, 8 дней до взросления ему. Слушайте, ну, наверное, все равно будем пробовать закрывать ему карьеру взрослую. Да, ребят, я думаю, попробуем. Если будем видеть, что не успеваем, ну, тогда уже отдадим на продавца какого-нибудь. Ну, что, дружище, давай это начать карьеру. Так, вот оно, строительный инженер. Я еще не знаю, взять я как технолога или градостроителя, если честно. Пока что не знаю. Мы работаем с 9 до 18. Вот. И я не помню, что там по навыкам, если честно. Так, спросить домовладельца про коммунальные услуги. Домовладельца. А это кто? Например, карьера. Так, ну, да, хорошо. А кто домовладелец-то? Подождите. Расспросить восторгаться градостроением. Расспросить про услуги коммунальные. Что-то я это не вижу. А как это сделать-то? Подождите. Расспросить домовладельца. А кто является домовладельцем? Подождите. Получить вторичное сырье. Переработаете что-нибудь в утилизаторе или сортируете мусор? Я не уверена, что это вообще осуществимо. Поэтому я, наверное, это не буду брать. Вот. Мы лучше расспросим домовладельца. Я так понимаю, нам нужно будет выловить какого-то левого Сима где-то. Вот. И у него спросить, потому что написано, что это не работает на членах семьи. Боже мой, ты... Ай! Рэндалл, прости. Прости. Ну, я не виновата, что ты не успел. Кстати, смотрите. Он у нас, это... Стало получше, мне кажется. У него форма стала получше, да? Так, а ты куда пошел, родной? Сон в стиле диска. Не-не-не. Какой сон в стиле диска? Не-не-не. Жди, жди, сиди тут и жди. Рэндалл, бедный мой. Бедный мой мальчик, прости, пожалуйста. Да, кстати, Джулия, давай ты, наверное, вот с Рэндаллом-то поговоришь, да? Хора играть в шахматы. Вот. Маршалл, давай, не бузи, пожалуйста. Не бузи. Все хорошо. Стойте, у нас что, два маршала? А, Иден... О, боже мой, это... Это просто, ну, прической похож. Боже мой, я... И как-то нос тоже немножко похож. Я подумала, что у нас два маршала. Боже мой, я чуть не чокнулась. Рэндалл, зайка, я тут хотела с тобой поговорить, обсудить один очень важный вопрос. Ты уже, наверное, заметил, что в нашем семействе прибавление. Я хотела тебя спросить, как ты вообще к этому относишься? Да, нормально отношусь. Вот. Сын, а ты понимаешь, ты же знаешь, что у нас такие правила, к сожалению, в нашем мире, что наследником может стать только один представитель семьи, и впоследствии, в общем-то говоря, правительство сможет выдавать карьеры кому-то одному, собственно говоря, наследнику. Вот. И ты знаешь, ты знаешь, что я хотела сначала на тебя, возложить тебе это на плечи, но сейчас, ты знаешь, я подумала, а как насчёт того, чтобы отдать это право Алисе? Как ты считаешь, ты вообще не против? Что, если твоя сёстрёнка будет этим заниматься? Как ты на это смотришь? Мам, да, я тебе честно скажу, я не против, и как-то, вот скажу тебе честно, я не как-то не нашёл свою даму сердца пока что, я не уверена, что мне это нужно. Как-то, не знаю, мне пока что-то не совсем интересно. Я бы хотела избавить наш мир от мафии, потому что, знаешь, это очень болезненная для меня тема, и я думаю, что я хотела бы посвятить свою жизнь именно этому. Вот. Тамада. Что? 50 бронзовых общественных мероприятий? Ну-ну, ну-ну, особенно в апокалипсисе. О, да. Ну, я, в принципе, согласна. У нас с нашей темперацией тут каждый день, вернее, каждую ночь общественное, бронзовое общественное мероприятие. Тут я полностью с вами согласна. Так ты точно не против, да, малыш? Ты не обидишься? Нет-нет, мам, ты что? Я же сказала, всё в порядке. Я действительно считаю, что Алиса этого достойна, что она станет замечательной наследницей. Поэтому всё нормально, мам, не переживай. Я полностью одобряю твое решение. Я лучше сосредоточусь на своей карьере, потому что она у меня довольно-таки сложная. Ты не волнуйся, я совершенно спокойно к этому отношусь, и я считаю, что ты сделала абсолютно правильный выбор. Вот, поэтому даже не волнуйся за этот счёт. Ну, хорошо, дорогой мой, хорошо. Я вообще не могу даже выразить, как я рада, что ты так это хорошо воспринял, да. Так что, да, мам, ты что? Ты знаешь, как я люблю Алису, вообще, как я люблю всю нашу семью. Как-то могла подумать, что я буду против. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Ну, хорошо, сыночка. Я смотрю, что ты уже устал. Может быть, тогда пойдём уже отдыхать. Ну, да, в принципе, четверг, 2 часа ночи. Я полностью с вами согласна. У нас, кстати, будут взрослеть наши близнецы скоро. И уже отправятся по своим карьерам. Так, вернулись домой мои космонавты, чтобы быть дружелюбной с Итаном. Слушайте, вся башка занята её мужчиной. Вот. Так, отлично, отлично, скажи. Во-хоу! Вот это да! Вот это экстрим! Вот это я понимаю! Так, ну что, Алис, покажи мне себя. Покажи мне себя. Ну? Нет? Опять нет, что ли? Ёлки-палки! Да ладно! Ну, сейчас мы проверим. Сейчас мы проверим. Нет, ребята, нету действия очистить желудок. Опять у нас не получилось. Может быть, потому что Алиса уже в дрободан уставшая. Я не знаю. Ну, ладно, ладно. Что ж я могу сказать? Иди спать. Иди тогда. Иди спать. Сон в стиле диско. Да, хорошо, что у нас есть, как бы, кровати. Вот, слушай. Давай, друг, вот это вот твоя кровать. И да, я думаю, что я буду уже на этом заканчивать нашу серию. Конечно, в неё опять не влезло много дней. К сожалению, я надеюсь, что я всё-таки научусь снимать таким образом, чтобы у нас в одну серию помещалась и неделя. Например, да. Вот. А тогда уже на следующую серию мы оставим очередную попытку изучать ребёнка Алисе. Вот. Также мы увидим взросление Рэндала и Роя. И, наконец-таки, они у нас устроятся на работу. Ну и, конечно же, в дальнейшем будем уже прокачиваться тогда. Вот. Это всё у нас уже тогда будет ждать в следующей серии. Ну а на этом я предлагаю закончить. И да, всем огромное спасибо за внимание. за то, что вы уделили мне своё время. Всем до новых встреч. Всем пока.